Всем привет, дорогие друзья! После трех месяцев блогерского бездействия снова пытаюсь войти в форму и радовать вас очередными видео, которые, как вы уже прекрасно знаете, посвящены ретро-технике города Харькова, Украины и не только. И на сей раз видео будет довольно-таки необычным. Я, пожалуй, впервые за свою блогерскую практику проведу для вас презентацию книги, которая недавно, даже в столь непростое время, была опубликована в городе Киеве и посвящена она ретро-автомобилям на улицах города Киева. Автор Леонид Дмитриевич Гоголев. Леонид Дмитриевич известнейший журналист, гуру журналистики, писатель, автолюбитель, который известен многим редактированием журнала коммерческие автомобили и многих-многих других фолиантов, изданий, всего даже перечислять не буду. Потому что сегодня у нас в качестве главного героя выступает его свежайшая работа. В 50-е и 60-е годы Леонид Дмитриевич активно увлекался фотографией. И вы, друзья, прекрасно аж понимаете, что сейчас сделать фотографию и сделать фотографию 70, 60 и даже 50 лет назад это две большие разницы. Потому что требовался громоздкий фотоаппарат, нужно было вручную, без всяких, и в помине еще не существовало электронных помощников, настроить выдержку, выбрать композицию кадра, настроить светочувствительность и так далее и тому подобное. То есть процесс делания фотографий занимал гораздо большее время, нежели сейчас, в один клик, в прямом смысле слова. А уж процесс проявления фотографий тоже растягивался на долгие часы, даже дни. Люди в своих квартирах выделяли отдельную комнату, в которых организовывали домашнюю фотолабораторию, где в течение нескольких часов вымачивали в специальных растворах снимки, проявляли их и потом высушивали. То есть, друзья, ведение фоторепортажа это, в принципе, 50 лет назад было гораздо сложнее, нежели сейчас. И Леонид Дмитриевич, он посвящал значительную часть своего времени фотографированию, вот перехожу к сути данного видео, импортных автомобилей, которые наводнили города Киева после окончания Второй мировой войны. Хорхи, Вандереры, ДКВ, Ауди, Фиаты, Опели, БМВ, Мерседесы и многое-многое, обечисленное множество автомобилей наводнили дороги Киева в качестве трофейного транспорта, который был привезен из Германии и из других стран Европы. Ведь в те годы, вторая половина 40-х, 50-е годы, отечественный автопром только-только зарождался. И родных наших автомобилей было довольно-таки мало. И похожая ситуация и сейчас происходит на наших современных дорогах, в 22-м году, 21-го века. Встретить отечественный автомобиль гораздо сложнее, чем импортный. Но сейчас уже по другой причине, потому что отечественный автопром переживает, мягко говоря, не самые лучшие времена. То есть история повторяется, контекст немножечко другой. И, безусловно, в 50-е годы любой автомобиль иностранного производства воспринимался, как НЛО, как летающая тарелка. И фотографии Леонида Дмитриевича, темы цены, что они не просто запечатлевают главного автогероя, но и окружающий контекст. Это и архитектура Киева, середины прошлого века. Это и реакция прохожих, простых обывателей, жителей, которые как минимум с удивлением, а уж как максимум с восторгом наблюдают за иностранными автомобилями. В те времена уже и москвичи появились, и победы. Вот, никаких Жигулях еще никто и не помышлял, их и в природе еще не существовало. И, конечно же, людям было очень интересно увидеть кусочек за границей, как это тогда называлось. В любом случае, был проделан Леонидом Дмитриевичем титанический труд, и, по сути дела, он занял с собой 70 лет. С начала 50-х годов до нынешнего, 22-го года, когда в результате издания его фотоархива вышла такая замечательная книга, которая не просто представляет собой иллюстрации фотографии, отсканированные, такие исторические фотографии 50-х, 60-х годов. Ну и каждой из них добавляется меткий комментарий. И таким образом данное издание никаким образом не следует читать, как какой-то комикс, да, и маленькое-маленькое слово, комментирующее. Нет. В данном случае в равной мере имеет высокую ценность и фотографии, о чем я уже говорил много, и в том числе сведения, которые представляют собой и технические особенности того или иного автомобиля, и исторический контекст. И читая данную книгу, альбом, можно в принципе проследить преемственность традиции одного автопроизводителя, которые были перезаимствованы другим автогигантом и так далее. То есть, можно проследить моду техническую тех лет, можно следить за новинками, которые в те годы появлялись чуть ли не каждый год, потому что каждый уважающий себя производитель считал своим долгом, хорошим тоном презентовать каждый год, каждые 2-3 года новую модель. И даже если новинки не было в каком-то очередном модельном году, старые модели подвергались какой-то модернизации, повышалась мощность, увеличивалось качество изготовления, делались какие-то улучшения с точки зрения комфорта. То есть, на наших глазах, читающих эту книгу имеется в виду, проходила эволюция становления классической автомобильной школы. И каждое слово, которое комментирует ту или иную фотографию, оно ценно само по себе, потому что в русском языке, не так-то в русскоязычных имеется в виду изданиях, не так-то уж и много в таком сжатом, лаконичном с чувством, с толком, с расстановкой сведений, из которых можно почерпнуть знания об импортной технике. И таким образом, творение Леонида Дмитриевича Гоголева безусловно считается бесценным. Повторюсь, оно вышло в свет буквально пару недель назад, в наше непростое время, как я уже говорил. И тем самым, данный фолиант является очень ценным. Я очень рад, что получил его в свою коллекцию. Буду читать и перечитывать его с удовольствием несколько раз. И от души хочу пожелать писателям, историкам творческого вдохновения для созидания таких прекрасных книг, изданий, которые действительно очень ценны. И они ничем, никогда не смогут быть заменены голубым экраном, интернет-изданием. Потому что нет ничего лучше взять в руки книгу, услышать шелест листочков, шуршание бумаги, да, и вот действительно полностью проникнуть в суть того или иного произведения. Действительно уж, как говорят, партитуры не горят. Всем спасибо за внимание и до новых встреч на моем канале.